Этому человеку предстояло начать с важной задачи. Нужно было определить место и роль художника в Северном крае, ведь якутскому обществу было незнакомо столь своеобразное воплощение внутреннего мира человека, выливающегося в живописных картинах маслом или скульптуре. На этом посту он решал не столько творческие задачи Союза художников, а целый комплекс материально-бытовых проблем. А самое главное, пытался обратить внимание общественности и власти к наличию неординарных представителей общества, художников, по определению людей свободных, и чье присутствие в далеком Северном крае поначалу многим казалось необычным. Михаил Васильевич Лукин прожил короткую, но яркую жизнь, всего 37 лет. 5 декабря 2019 года ему бы исполнилось 90 лет. Решая свою главную задачу, Михаил Лукин формулирует тезис «Искусство в народ». Тогдашнему якутскому отделению Союза художников удалось добиться конкретных результатов, создать несколько постоянно действующих колхозных галерей, в частности в Сунтарском районе, колхозе имени Сталина, а также несколько школьных третьеколог. При его непосредственном участии проведено ряд передвижных выставок по шести центральным улусам. До сих пор плоды усилий Михаила Васильевича работают на художников нашей республики. Это мастерские по проспекту Ленина, напротив магазина «ТОККО». Прижизненные и более поздние рецензии отмечают ряд крупных удачных работ Михаила Лукина. Это «В тюрьме без решеток» 1956 года, первая крупная работа художника, окончившего Московский художественный институт имени Сурикова, «Американцы на Колыме» 1957, «Рыбаки-индигирки» 1963, а также «Встреча в пути», «Песня Каюра перед дорогой». Все эти работы хранятся сегодня в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия. В сюжетно-тематических работах первоначальная тюдная экспрессия, жизненная тональность своеобразно перерабатывается художником. Изменяется первичное чувство, впитанное в наброски, выполненное подчас очень быстро. Мы познакомим зрителей с малоизвестным этюдным творчеством Лукина на основе работ, демонстрировавшихся на выставке в Национальном художественном музее Республики, прошедшей весной и летом 2020 года в серии «Пульс 60-х». Большинство картин Михаила Васильевича – работы, сделанные в ключе надежд на лучшее будущее. Часто за пейзажами и образами стоит авторский утвердительный вердикт – у нас все получится. Рано покинувший Срединный мир Михаил Лукин и не мог знать, что его пятилетняя дочь Марья Анна тоже пойдет по стопам отца и станет известным художником. Я стою перед картиной, которая мне очень дорога, и, наверное, она моя самая любимая из всех картин Михаила Лукина. Я скажу почему. Может быть, потому что я эту картину увидела совсем маленьким ребенком, и встреча эта произвела на меня такое огромное впечатление. Я очень долго о ней думала, когда в первый раз увидела. Во-первых, я поразилась тому, какие люди большие, и как холодно, и как вот как-то захотелось мне тоже сесть в сани, погладить собаку. Вместе с ними мне захотелось так же в путь. Но столько она меня захватила, и каждый раз, когда я бывала в доме в гостях у Марьяны Лукиной, моей одноклассницы, я всегда улучшала минутку и заходила в комнату, где висела эта картина, для того, чтобы еще раз на нее полюбоваться. В целом, я бы сказала, что картины меня, прежде всего, поражают своим разнообразием. Может, это портрет быть, пейзаж, но они одинаково производят очень сильное впечатление. Сегодня я для себя открыла то, что Михаил Лукин – прекрасный пейзажист. Его пейзажи – это не только север. Есть несколько работ России. И вот они выделяются из этой массы картин, прежде всего, тем настроением, которое он сумел передать. Именно вот никто никогда не ошибется. Это именно Россия. Так и есть. Вот, прежде всего, эта картина «Дорога» в самом начале экспозиции 1955 года. И третья моя любимая картина, третья, самая, наверное, любимая из портретов – это портрет жены. Необычайной красоты портрет. Таких портретов в такой одежде, скажем, зимней, я даже не могу припомнить. Но она такая лирическая, такая наполненная любовью. Прежде всего, любовью к своей жене. Вот. И прежде всего, когда мне говорят «Михаил Лукин», я вспоминаю именно вот эти картины. Я бы хотела сказать, что папа очень много ездил в творческие командировки, и в том числе вот на Нижнюю Колыму, да, и очень много оставил этюдов, посвященных этому краю. И вот я в детстве на них смотрела, и мне казалось, что я побывала на этом севере, но сейчас, когда я пишу, да, на северные темы, у меня тоже есть такая, как бы, несколько работ, посвященных северу. Я пишу «Снег» совсем по-другому, чем папа. Потому что, ну, я считаю, что каждый художник видит по-своему, да. Но вот я очень, вообще, как бы, вот сейчас я, став профессиональным художником тоже, как бы, по стопам отца, пройдя путь такой же, как он, я вижу, как он мастерски вложит мазок. И колорист, он вообще превосходный, да. И я поражаюсь, вот, мне кажется, что каждый мазок, каждый штрих, да, если можно так сказать, в общем, лежит на своем месте. И колорит, конечно, у него очень хороший колорит. Особенно, ну, вот на этой картине, в частности, да, солнце мы чувствуем, да, свет теплый, тени холодные. И, что мне сказать, а небо такое оно лазурное, можно сказать, да. Ну, в общем, колорит, я, я, мне очень нравится колорит моего отца. И, вообще, я считаю его своим первым учителем в живописи. И хотелось бы еще сказать, что им, его творчество, оно, почему оно было таким, да, потому что он очень любил жизнь. И помимо жизни он очень любил свое дело, очень любил писать и стремился создать такие правильные, хорошие вещи. В том плане, что, вот, живопись, я хочу вспомнить, что, вот, когда он приехал в Москву, поступив, вот, в Суриковский институт, он первым делом пошел в Третьяковскую галерею. И у него произошел шок. Шок в том плане, что он был потрясен живописью. Вот этой вот русской живописью, собранной Третьяковым, да. И он всегда стремился достичь этих высот. И я думаю, что он этого достиг. Он достиг. И достиг этого мастерства, во-первых, да. Он прошел всю школу, добился мастерства. И с этим мастерством он стал разрабатывать свои вот эти вот сюжетные большие картины. Ну, конечно, жизнь так сложилась, что он прожил короткую жизнь, да. Но сделал очень много работ. Где-то около, по словам вот Избекова, в воспоминаниях, они сделали подсчеты. И вышло, что где-то 1600 работ. Ну, и когда вот во времена его правления, будучи председателем Союза художников Якутии, он много, много очень работал, скажем так, да. И одна из деятельностей его была вот создание галерей художественных в Улусах. И очень много вот картин дарились по деревням художниками. В том числе и мой папа тоже, я так думаю, дарил картины. И они, некоторые, они пропали, эти картины. Я даже сама не знаю, какие они, да. И иногда бывает, что так неожиданные сюжеты получаются, да. Вот, например, вот в этом году я съездила в мае и открыла для себя его заново, можно сказать, да. Каждый раз даже, когда вот картины, они лежат у меня в мастерской, и вот приходит какое-то время, чтобы там отправить работу на выставку, и их достаешь, и как будто заново с ним знакомишься. Что-то новое открываешь для себя. Вот это, конечно, таинство живописи. И я считаю, что не зря прожил жизнь, и не зря как бы было его творчество. На этом эскизе прежде всего интересна одежда. Национальная одежда. Так подчеркнута цвета кухлянок на мужчинах, на женщине. И, в общем-то, переданы узоры. Самое-то главное. И вот эта национальная шапочка, она актуальна до сих пор. И продиктована именно природными условиями. Всё художник схватил. Его наверняка поразили яркие краски одежды Чукчи и Венов на фоне этого белого снега. Здесь белый снег виден. И видно, что это вообще-то уже весна. Наверняка, может быть, даже это был праздник севера. Праздник севера или встреча восхода солнца. Вот уже яркий солнечный день. Так что эта картина прежде всего вот этими красками. И хоть и эскиз, но настроение есть. Весеннее настроение. Люди к чему-то прекрасному и радостному готовятся. Вот заметно. В этой выставке, чтобы она была полная, чтобы показать побольше работ папиных, чтобы зритель познакомился с большим творчеством отца, я съездила в Маинский музей. И там хранятся около 42 работ его в этой галерее, в музее, скажем, имени Романа Васильева, отца Валериана Васильева. И вот что интересно, вот эта картина, в частности, незнакомка, она у нас 55-го, наверное, 54-го. Ну, это в годы студенчества, видимо, может быть, это однокурсница его даже, я так думаю. А может, натурщица. Ну, я, скорее всего, думаю, что это студентка. Наверное, она вот тоже будущий художник, вот эта девушка. И называется она незнакомка. И что меня поразило, да, вот они, сотрудники музея, так ласково к ней относятся, говорят, наша незнакомка. И вот эта наша незнакомка имеет еще, так скажем, такой вот факт, что сзади изображена еще картина. Очень много писал этюдов. И это, видимо, один из этюдов к будущей картине, которую он хотел написать. Это вот на севере, летнее время, они загоняют оленей. В общем, как с пастбища, да? И вообще, когда он писал, очень много писал этюдов к этим картинам. И, видимо, до того он был такой творческий человек, что постоянно ему хотелось что-то писать, что иногда не хватало материала. И вот в этот момент, видимо, ему пришлось пожертвовать этим этюдом и сзади написать этот этюд. Ну, это говорит о том, что человек, он был очень такой азартный, такой он, ему хотелось, вот, хотелось что-то писать, писать, писать. Что-то ему в голову пришло, какой-то там эскиз, этюд. И, ну, в то время, может, не так много было этих наших, сейчас вот много, да, всяческих товаров для художников. А в то время ощущался какой-то дефицит в этом плане. И поэтому, ну, вот, вот такая история этой картины. На этой картине взгляд задерживается вот из-за движения. Вот видно, что упряжка не бежит, а летит. Собаки не касаются снега. Движение, вот, захватывает дух. Вот настроение передано. Вот просто хочется, как говорится, тоже рядом побежать. А может быть, даже сесть на арты. И все так прекрасно. Собаки несутся, дорога ровная, все хорошо. Вот слева от меня находится картина. Это этюд к очень известной картине Михаила Васильевича Лукина. Рыбаки-индигирки. В своем научном творчестве я вот не раз подчеркивал, что ориентирами, такими маяками в пути эволюции культуры Якутии были образы лодки. И совсем недавно я как бы писал о двух лодках в культуре Якутии. Это о лодке Андрея Савича Борисова в спектакле «Голубой желанный берег мой» по произведению Чингиза Этматова и по лодке известного российского кинематографиста Алексея Балабанова, который снял свой фильм по мотивам произведения Вацлава Серошевского. Но фильм называется «Река». И вот эти две лодки я сопоставил и как бы сказал, что они задавали как маяки определенной пути эволюции культуры Якутии. И вот я вдруг потом осознал, что самой первой лодкой в саморазвитии культуры Якутии была лодка Михаила Лукина. Эта лодка написана в этой картине «Рыбаки-индигирки». И эта картина характеризует вот этот этап, когда Саха обладели высоким мастерством культуры модерна. Это вот этюд, но все знают, что она находится в постоянной коллекции Национального художественного музея, картина «Рыбаки-индигирки». Она представляет из себя жанр сюжетно-тематической работы. Это очень сложная работа, которая делается на протяжении длительного времени. Очень много уходит. Подготовительная работа для завершения работы над такими картинами. И вот она является вот именно вершиной и характеризует состояние культуры, нашей региональной культуры. Получается такая тройственность. Первая лодка – это якутская живописи лодка. Вторая лодка – это театральная лодка республики. Третья лодка становится кинематографической лодкой. Помимо живописи, на выставке представлены рисунки папы. В частности, тушь. Тушь – вообще очень сложный материал. Тут невозможно, как бы, тушь, она не терпит ошибок, скажем так. Тут уже ее ластиком не сотрешь. Тут уже как нарисовал, как положил в штрих, он уже остается. И вот эти вот рисунки тушью, они поражают своей правдивостью, передачей образов северных людей. Вот он, я как говорила, часто ездил на Нижнюю Колуму. И вот, в частности, вот эти вот колхоз Турваурги. И здесь мы видим вот эти вот лица этих людей. И они, скажем, вот меня, в частности, они завораживают. Чем они завораживают? Они такие одухотворенные, да? И художник это смог передать, вот потому что он, каждый свой персонаж, я считаю, да, он любит, можно сказать, ну, уважает. И хочет вот показать свою вот эту вот, передать в каждой своей работе свое какое-то, свое трепетное отношение к ним. И вот это вот чувствуется. Ну, данная работа является, наверное, самой такой величественной. Потому что, в первую очередь, это горы. Как никак, горы это, ну, ощущение человека, если смотреть на горы, то есть и передача его через картину, образ гор, это получается уже отдельное управление искусством, даже можно сказать. Потому что для человека, который далек вообще от искусства, да, от художественного, изобразительного искусства, соответственно, скорее трудно передать ту мощь гор, которые есть у Михаила Сечелукина. Поэтому данная работа, прежде всего, является отсылкой, можно сказать, подачи, наверное, именно величия города, чтобы как-то, ну, людям можно было ощутить присутствие данной вести. Я считаю, что папа очень любил свою работу, и много, всю жизнь он посвятил себя, как бы, живописи. И очень много сделал для развития якутского изобразительного искусства. И когда я смотрю на его работы, я это чувствую. И чувствую его любовь к живописи. И вот каждый мазок, каждый портрет его излучает эту светлую любовь к живописи. И поэтому я считаю, что он не зря прожил свою жизнь. И сейчас вот его несколько работ висят в собрании Национального художественного музея. И мы открыли вот эту выставку, посвященную его 90-летию. Поэтому его картины еще живут, и живет его творчество. И он приобретает еще новых поклонников. В том плане, что приходят, приходили, смотрели на эту выставку наши студенты. И им всем, конечно, нравится его живопись. И мне бы хотелось пожелать, чтобы его искусство еще пополнялось рядами его поклонников. И это будет очень здорово. И скачки. Баня. Зачтение. Алмазный край, северное сияние. Я бы хотела сказать чуть-чуть об этой картине. Вот перед подготовкой к этой выставке она для меня стала открытием. Потому что она состоит из двух частей. Это как бы гибких, да? Левая часть называется «Алмазный край». Правое – северное сияние. Но когда ее соединяешь, получается одна картина. И она меня поразила тем, что… Как он хотел отобразить движение. Движение. И вот он прямо чувствуется по его письмам, по его докладам, посвященным там съезду художников, что он очень-очень переживает за якутское изобразительное искусство и очень хочет поднять его на высокий уровень, да? И вот это вот, его вот постоянное движение, вот что-то… Он организует творческие рекомендировки, вот ездит на вот эти вот промышленные объекты, которые в те годы только создавались, вот мирные, да? Он несколько раз ездил туда. И вот, в частности, вот эта картина, она отображает вот это вот… И он верил, что вот развитие советского искусства, развитие Якутии – это все как бы сулит нам такое прекрасное будущее. И он в это верил. И я думаю, что он не зря верил, что наше искусство, оно и сейчас развивается, да? Уважаемые зрители, приходите на выставку Михаила Васильевича Лукина. И я не сомневаюсь, что вам его искусство понравится, потому что оно таит в себе любовь к живописи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok